В целом, скажу, что удаления не было, сто процентов, они больше не начались. Могли и выиграть, и химкам нужно побеждать было, и нам нужно побеждать, поэтому такая была игра на встречных курсах. Что есть у вас? Ну, то есть удаление, это ключевой момент, который не позволит победить. Ну, конечно, 1-0 и удаление, ну, совсем другая игра сразу. Та ошибка, что ли? Как ваш парень? Сейчас пойду на рингедрен, на мартал, но, походу, я либо разорвал, либо кость, наверное, по вам. Короче, не держит. Ну, он так, в другую сторону был. А что произошло в этом эпизоде? Я брал мяч, и их игрок решил, ну, чуть потянуть бремя, видимо, я не знаю, и хотел мяч выбить, и попал мне по пальцам. И, в итоге, наказывают за такое только в других пути. Ты говорю по этому поводу, да? Да, ему показывают, это у меня тоже перемотка, это нормально. Забыли. Ага. Но в то же время, смотри, после того, как у вас стало много игрокам меньше, вы собирались, и в том же время там были варианты, чтобы выиграть? Были, я и говорю, что и у Химов тоже были варианты. Да. Такая игра пошла на встречных курсах, и нам особо терять нечего, и им. Потому что нам нужна победа, и им нужна победа в этой гонке за выживание. Поэтому игра стала более открытая, и каждый мог выиграть. Ну, там уже никто не обращал внимания, там, на одного меньше у нас, там, и в разных составах. В проекте забыли. Но, опять же, если бы не ударили, игра была совсем другая. Слушай, ты видишь какую-то единую проблему у Спартака весной? Да, я не вижу особой проблемы. Потому что мы играем неплохо, и зачастую ошибки, вот такие ошибки приводят вот к таким результатам. Судейские? Ну, не хочу. Ну, да, я говорю, ладно, я уже говорю просто. Да, я считаю, что, да. Ну, опять же, там начнут уже Володь Канустров там рассказывать, что там я плачу и так далее. Но оно так и есть, что в плане, что ошибаются и не наши пульсы. С чем ты это связываешь? Я, естественно, я раньше думал, что... Ну, вот, как сказать, что нас там, может быть, грубо будет звучать, там нас убивают и так далее. Но сегодня, честно, я понял, что, наверное, просто не хватает квалификации орбитам некоторым. Которые стоят матчи, и они не чувствуют ту грань, которую они могут позволить в каких-то моментах, в каких-то... Ну, короче... Ну, все в совокупности, они бывают, стеряют контроль над игрой, вот и все. Ну, то есть ты считаешь, что он просто не взглядел этот момент? Ну, сто процентов. А как, ну... К сожалению, Вар на желтый не смотрят, но... Я посмотрел повтор Дениса, играет на мяч. Даже не попадает по ноге, и он дает ему желтую карточку. Ну, это смешно. Саша, что случается в втором тайме? Какая-то жертая картинка, будто вправляли палец. Да, палец просто в другую сторону был. Но, опять же, судья сказал, что в пределах правил. Что, это выдох? А что? Ну, я думаю, связки разорвал. Ну, сейчас посмотрим, не знаю пока. Сейчас поеду на... Либо на рентген, либо на МРТ связки. Наверное, на рентген поеду. Ну, неприятно. Ну, да, неприятно. Ты сказал про то, что играете в целом хорошо, но результаты гораздо хуже, чем осенью. При этом судья-то и тогда были такие же. Да, но мы берем... Не хочу тесно просто реально про судья говорить, но... О них можно говорить сколько угодно времени. И всегда будет сторона, которая будет говорить, что хватит говорить о суде, другая будет говорить, что да, действительно так. Поэтому, ну... Ну, у меня есть ощущение, что лучше так уже стали сдавать. Проблемы не только в суде. Нет, я же не говорю, что проблемы только в суде. Конечно, и мы не реализовываем там условно моменты, которые у нас есть, которые там до зимы там мы забивали. И... Ну, какая-то может быть там психологическая что-то у кого-то там, я не знаю. Ну, я думаю, что просто это все в совокупности, и вот получается такая вот большая... Как, вы представляете... Как комок, наверное, в горле. И вот... И вот... Что-то вот все время вот происходит. Не знаю. В чем на пользу фона убивать. Ну, опять же, я говорю, в реализации, в недопущении простых ошибок, фолов, которые не нужны. Ну, наверное, вот. Если так, как сказать? Кажется, значит, что когда вы приходите на навал, у вас появляется гораздо больше моментов в игре, чем до этого. Почему вы тогда сразу так не играете? Именно на навал? Ну, то есть... Дальний вопрос в спокойном. Не знаю. Ну, мы как вы играем, когда... Когда как, так сказать. Потому что, ну, тоже чувствуем ситуацию, когда проще там навалить, когда разыграть. Но я говорю, что на первый тайм мы играли. Старались играть низом. Старались играть, ну, более так, комбинированные передачи. У нас тоже были моменты и Китаму забить. И... Как бы были такие подходы. И много угловых мы заработали. Поэтому, как бы... Ну, это от ситуации зависит. Не знаю. Не знаю. Спартак или Снёк постоянно меняется. В каждой игре это разная команда. Вы сами не запутались еще? То есть, сегодня, в принципе, мне кажется, было, что есть Зенит. Ну, да. Потому что с Зенитом, но до этого часто поменяли и схемы, и позиции. Да нет. Я же говорю, что вот мы сегодня играли, там, три нападающих. Мы не привязаны к позициям. Словно, там, я бывал справа, потом слева, в центре, ниже. Как бы... Ну, в этом плане... Вполне нет. Как бы, вообще, в этом проблем нет. Забил матч. Такой, то есть... Целил тупо? Да. Увидел... Да. Увидел просто свободный угол и пробел. Угу. В целом, у тебя не сложилось ощущение, что этот матч такой... Ну, не жить, не бедюшки. Хороший. Ну, и Саша Селитов тоже. У нас сегодня очень много выручил. Ага. Когда его критиковали столько, и... Ну, сегодня дали, мне кажется, еще один шанс. И он воспользовался в этом плане, что... Ну, молодец. Реальчик. Он такие сегодня мячи вытаспел. У них, я думаю... Ну, то есть... Ну, то есть ты имеешь в виду, что тот момент, который у него был в Питер, он переждал? Ну, я думаю, что сегодня проигрет было видно, что да. Потому что брал там такие сегодня мертвые. Саша, приедем? С автобусом.